Совершенным строением. И следует понять, что значит совершенное здание, не совершенное здание, не законченное. Ведь незаконченное здание непригодное ни для чего, что есть у меня руины. И следует объяснить, что в период святости то здание, которое человек строит в своем сердце, это место для пребывания там святости. То есть человек хочет построить внутри себя какое-то место для понимания ощущения, что называется святость, что называется духовное, что называется высшей, вечность. Потому что это на самом деле есть человек. Ибо есть в сердце человека две силы. Доброе начало и злое начало. А незаконченное здание имеется в виду, что человек может быть работником Творца только добрым началом. Отдача ради отдачи. То есть он сокращает свое желание получать и работает над своим желанием получать только там, где он может давать, отдавать. Не служить себе изнутри, а наружу от себя. Делает добрые дела людям, но не тем, что дает себя в этом. Да. Это называется, что он может быть работником Творца, только добрым началом. И это свойство отдающих килим. Отдача ради отдачи, что называется. А совершенным строением называется, когда он может выполнять работу Творца. Да, то есть ради отдачи. Это называется работа Творца. Так же и злым началом. То есть, что даже все его эго, все его плохие качества, он может их изменить на хорошее использование. Это уже большая вещь, это большой человек, если он способен работать так с собой. Он должен пройти через осознание зла, в той мере, в которой осознает зло в каждом своем свойстве, постепенно он может изменить его на ради отдачи. И в таком виде он приходит в состояние, когда он служит Творцу двумя своими началами. И добрым началом отдачи ради отдачи, и злым началом получением ради отдачи. Латинская Америка, 12. Добрый вечер, Раф. Спасибо за то, что дали нам возможность спросить, как мы можем выстроить совершенное и правильное здание в десятке. Тем, что я начинаю смотреть на товарищей, что они примеры и зла, и добра, которые Творец ставит передо мной. И тогда я беру от них пример, как я должен измениться для того, чтобы относиться к ним самым лучшим образом. Не то, что я делаю это на практике, сейчас уже сразу. к ним пока что научиться. Товарищи – это не товарищи. Это образы, которые я вижу в своих ощущениях, чувствах. Я обязан так принимать их, что так это приходит ко мне от Творца. и если я формирую себя правильно в отношении к ним, за ними стоит Творец. И тогда я смогу прийти к состоянию, когда я к нему тоже буду относиться правильно. Иначе я не буду знать, я могу фантазировать в разных своих фантазиях, как относиться к Творцу, как говорить с ним, что делать. А здесь это с товарищами, эта вещь открыта и простая. ты видишь их перед собой, ты видишь в каком виде, негативном, позитивном, среднем, так и так ты относишься к ним. Представь себе ситуацию, что Творец стоит за ними, и что он формирует тебе эти образы, и ты должен учиться над ними, как относиться к нему. На этом у нас есть много материалов, что делать. Рабаш пишет, Борисулам пишет, что я должен соединяться с ним, быть как один человек с одним сердцем. Это уже в конце, но постепенно прийти к тому, что мы строим группу и занимаемся взаимной поддержкой, и пользуемся чувствуемым и разумом каждого, чтобы человек помогал ближнему быть в этом, в том, что каждый помогает другим направить их в правильном направлении, к правильному подходу и в поддержке всех каждого. И так мы учим. Когда каждый так относится к группе, этим мы строим систему поручительства, которая, по сути дела, система взаимной помощи, совершенная система людей, которые хотят сформировать между собой, построить Творца, в той мере, в которой они могут построить такое состояние между ними, и такие отношения между ними, отдачи, объединения, поддержки, вплоть до любви. В соответствии с этим они начинают чувствовать, насколько Творец раскрывается в этих отношениях. в нефеш-де-нефеш, урох-де-нефеш, нишама-де-нефеш, хая-де-нефеш, и хида-де-нефеш. И так они завершают первую ступень приближения к Творцу, раскрытия Творца между ними. Потом больше. Нефеш-де-рог, рог-де-рог, нашама-де-рог, хая-де-рог, и хида-де-рог. И завершают второй уровень. И так далее. Итак, 125 уровней. Это все в том, что они соединяются между собой и ищут как прийти к раскрытию таких отношений, которые являются взаимной отдачей, взаимной поддержкой вплоть до взаимной любви. И тогда на всех этих ступенях, когда они поднимаются, соединение между ними внутренним, душевным, так они раскрывают Творца между ними. В отношении между ними это называется раскрытие Творца между ними. Киев-1 Киев-1